Народ, всем привет! Мы уже не раз в этом блоге рассматривали базовые многосуставные упражнения, что в 90% случаев и нужно выполнять начинающим, да и не только атлетам. Однако сегодня хотелось бы рассмотреть такое изолированное упражнение, как концентрированные сгибания на бицепс. И как понятно из названия, нацелено оно на проработку нашей двуглавой мышцы плеча. Это упражнение очень любят новички, которые, придя в зал, в первый раз начинают усиленно работать над руками. Считается, что концентрированные сгибания прорабатывают пик бицепса, то есть увеличивая его и меняя форму, то есть сделая бицепс такой более выраженным и холмистым. Однако, хочу все-таки вас разочаровать, изменить форму мышцы практически невозможно. Они заданы генетически, можно лишь только нарастить их. И для этих целей отлично подойдут стандартные базовые упражнения на бицепс, там подъем штанги стоя, или попеременное сгибание гантели, там сидя на наклонной скамье. Такие два топчика. Однако, если вы уже далеко не новичок и не имеете некую мышечную базу, ну и сильные руки, то концентрированные изгибания позволят вам усилить эффект и визуально увеличить объем и рельеф двуглавой мышцы. Давайте рассмотрим основные ошибки и саму технику выполнения данного упражнения. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Выполнять концентрированные сгибания можно сидя, как классический вариант, но можно и стоя, если у вас дома, например, там нет скамейки, просто согнув ноги в коленях и немного присев вниз. В виде заднего упора также можно использовать как свою ногу в более классическом варианте, так и вторую руку, все это не важно и никак не влияет на конечную технику, важно другое. Большинство новичков совершает эту ошибку, они кладут руку, а точнее локоть на бедро. Это в корне неправильно, рука не должна лежать, ни в разогнутом состоянии, ни когда мы ее сгибаем. Вы должны представить, что вашей ноги нет вообще, что рука у вас просто висит и вы выполняете данное упражнение просто в воздухе. Ваша нога должна выступать только в качестве как бы заднего упора, границы, чтобы ваша рука не уходила назад при выполнении упражнений, ну и не раскачивалась. Все равно, что руку у стены поставить. Самый классический вариант, вы садитесь на скамью, ноги сгибаете под 90 градусов, нагибаетесь немного вперед, руку свободно опускаете вниз там между ногами, ну в районе локтя, а точнее даже чуть выше, упираетесь ею в бедро ноги и при выполнении упражнения положение руки вы не меняете. В конечной точке амплитуды руку как бы на бедро вы не кладете, локоть на ноги не ходит и не закатывается на ногу. Тренировок и план питания Рассчитанное по 12 параметрам. Для мужчин и для женщин. Для снижения веса, рекомпозиции или набора мышечной массы. Как в тренажерном зале, так и с собственным весом в домашних условиях. Не надо никому звонить или писать. Выбирайте на сайте то, что вам нужно и получайте свою программу на 3 месяца. И даже не одну, а 3 схемы тренировок и 3 меню по питанию. Выверенные и рассчитанные на каждый месяц вашей программы. А что вам еще нужно, чтобы достичь вашей цели? Ссылочка-то уже в описании. Польза данного упражнения это большая амплитуда движения и нахождение бицепса под нагрузкой на всей траектории движения. При этом, в отличие от сгибания штанги, у вас нет возможности помочь себе корпусом. В верхней точке выдвинуть локти вперед, закинув штангу на них, тем самым снимая нагрузку с двуглавой мышцы. В данном случае у нас полная концентрация на работе. Однако, в нижней точке амплитуды мы локоть не вставляем, руку до конца не расслабляем. Мышца у нас находится в состоянии напряжения. В верхней точке мы дополнительно концентрируемся и напрягаем бицепс. В этом и есть главная суть данного упражнения. На выдохе руку поднимаем, на вдохе спокойно опускаем. Что касается супинации руки, то это на ваше усмотрение. Я бы советовал вам ее выполнять, медленно проворачивая руку. Так будет и анатомически правильно, и вы дополнительно нагрузите мышцу. У нас уже как бы было видео про супинацию руки для проработки бицепса, где мы описывали этот эффект. Поэтому особо повторяться не будем. В общем как-то так народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, все ссылки в описании. Всем удачи народ, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok